Всем привет народ, у микрофона мистер чейзер, вы смотрите мой же сплэй канал и давайте мы вместе с вами заценим демо-версию игры под названием Воины Нила 2. Я не играл в первую часть, я вообще не в курсе, что это за игровая такая серия уже получается, но по скриншотам меня привлекла именно эта, вторая часть. Сейчас идет в стиме Next Fest, да, фестиваль демо-версий, и мне стим посоветовал эту игру, я посмотрел скриншоты и, блин, да прикольная игра вроде как. Я сыграл немножко в эту демо-версию, буквально там несколько минуток, да, там 5-10 минут, прошел обучалку и давайте мы вместе с вами посмотрим уже на полноценный, так сказать, забег. Потому что эта игра это стратегический рогалик, то есть вы выбираете себе героев до 3 штук, в демке доступно только 3, это такой вот воин с мечом, да, грубо говоря и щитом, обычная лучница и обычный такой маг. Как видите, все выполнено в такой древнеегипетской стилистике, очень прикольно и немножечко в стилистике манги, то есть такое египетское аниме тут получается. Но на самом деле игра прикольная, как я сказал, я сыграл немножечко здесь в эту игру, пошпилил, посмотрел, мне она понравилась. Так, у нас тут будет еще несколько героев, да, 6 героев еще будут на релизе, но пока что только 3 этих персонажей доступно. Итак, у нас эта игра классический рогалик, то есть у нас есть пачка героев, этими героями надо пройти вот эту всю пирамиду, давайте так скажем, и добраться до босса и развалить его. Естественно, у нас будут не только противники, а еще и всякие там торгаши, еще всякие фонтанчики, где можно будет хп пополнять кузнецы, где можно будет ковать оружие и так далее. У нас тут есть денюжка, есть монетки фараона, не совсем понял, зачем они нужны, ну и время забега. Ладно, погнали в обычное, так сказать, сражение. Так, ну, да, начнется битва. Обычно у нас тут есть скорпиончики, которые, правда, не кричат get over here, но тем не менее. Погнали. Как видите, игра представляет собой жанр такой вот пошагово-тактической стратегии, причем неплохо сделанной, хочу заметить. То есть она такая, знаете, залипательная в каком-то плане, и даже отчасти челленджевая. В обучении, по крайней мере, мне это явно дали понять, что раз это рогальник, значит, вы будете частенько умирать и, возможно, даже страдать. Так, ну, первая битва готова. После каждого сражения нам дают такие таблички, где можно прокачать своих юнитов и дать им какие-то бонусы. Ну, например, после того, как мы походили, вот маг будет получать плюс два очка временной брони. Мелочи, приятно. Так, получить четыре атаки за... Ход, это для лучницы, если не было никаких передвижений союзников. То есть с нее надо начинать, грубо говоря, да? Если нет противников в сабтаргетах, когда такую анг получает восемь. То есть против одного противника будет больше урона наносить. Классно, давай, суйп. Отлично. Давай к следующему сражению. Так. Поглядим, что у нас тут происходит вообще, да? Ну, какие-то мерзкие создания. Как будто с покемонами беремся. Хочется назвать этих ребят чермандерами почему-то. Так, ладно. Противники к нам все равно ближе подойдут, поэтому давайте мы подойдем первыми. Так, сюда не достаем мы. Ну, тогда давай просто подойдем сюда. У мага у нас еще может быть броня дополнительная. И у лучницы тоже, в принципе. Но пока просто стоим, пердим. Сейчас они будут у нас нападать, проклятые скоробеи. Так, хорош. Приналучница-то не достанет никуда, да? А, вот так достанет? Нет. Ну, тогда сиди, перди. Заканчиваем ход. Кстати, вот, когда он у нас стоит, ну, видели ли, бронюще получает. Хорошо. Ага, ты не можешь, да? Тебе надо атаку задеть. Ну, давай сюда подойдем. Так, ну и ты подходи тоже ближе. Блин, сейчас немножко уронов питаем. Ну, ладно. От ящерки мерзкой. Четыре урона, не так, чтобы и много. Нормально. Так, три. У нас два из четырех энергии. Энергия не зарядилась. А, лучница ж не может атаковать, точно. Типа, это ж лучница, она только в дальнем бою бьется. А если противник подходит на клеточку рядом с ней, то все. Она ничего делать не может. Так, проникающий урон. Плюс шесть очков дамага против брони. Если наш маг двигается, противники, ой, противники, ой, союзники получают временную броню, эквивалентную его статусу вот этой вот энергии. То есть две брони можно получить. Ага. Так, убийство противников также наносит урон эквивалентной броне. Шесть брони. Всем противникам. Слушай, классная тема. Убьешь противников и все еще получают урон. Или как это работает? Подожди, может быть я неправильно перевожу с английского? Но вроде звучит это так. Не знаю. Если что, поправляйте меня в комментариях, ребят. Я не мега гениальный переводчик, но тем не менее. Так, нормально битва, нормально битва. Ну давай сюда. Хочется помутузить чертах ящериц. Так, а тут еще и скорбей. А, так это комода дракон. Угу. Ну учитывая то, что он к нам близко стоит, надо первыми нападать. Так, погнали. Зарядочку сделала тебе энергией в лицо. Звездной энергии, я хочу сказать. Блин, прикольно то, что они не силой солнца атакуют эти вот маги, а звездной как-то старой энерджи. На самом деле забавно выглядит. Так, этого мы минусуем. Да, кстати, видели урон получили? Клево. Так, а ты сюда не атакуешь, да? А вот так? А вот так атакуешь, отлично. И энергия звездная нам не поможет. Жаль. Ну тогда стоим, ждем. Противник сам сейчас подойдет. На свою погибель. Ай-яй, или нет? Хорош. Добиваем. Блин, это плохо, что он подожг близко, а он сейчас же будет бить наших. Но зато у него броня, у нашего мага. Может позволить немножко потанковать. Он когда стоит на месте и завершит, ходит на месте, не двигаясь, он получает 4 брони. Временной, конечно же. Так. Фокус фаер. Плюс 1 дамаг против противников, которые подошли к одному из ваших союзников. Прикольно. Плюс 8 очков дамага против противников с полным хп. Отлично. Или атакуя не боссов. Мобильность. То есть, не, ну давай, наверное, больше 8 урона противников с полным хп. Звучит очень интересно. Так. Кстати, у наших двух юнитов уже зарядилась суператака. Аксессуары. Мисс Трейдер. Что за Мисс Трейдер? Так. Вы можете покупать какие-то редкие предметы. Хорошо. Давай посмотрим, насколько они редкие. Подожди. И? И где этот Мисс Трейдер? Ладно. Странная херня. Я что-то, видимо, затупил, да? И не так сделал. Так, ладно. Обычная битва, обычная битва. Давай сюда. Теперь у нас пошли, так сказать, налетчики. Любитель легкой наживы. О, это вроде призыватель этих скорпионов. Он там будет призывать, конечно, до кольцохода. Так, вот все. У нас зарядилась энергия у воина и у лучницы. Они могут делать там эти заклинания классные. Так. Ну, на самом деле, нам надо подходить поближе. Потому что вот этот заклинатель этих чертовых скорпионов даст нам просраться еще так. Подходим ближе. Так, лукари есть у врага. Хреново. Вот видите, три хода. Он сейчас будет скорпионов вызывать. Надо подходить ближе. Не мутузить. Так, стоп. Делаем вот это и атакуем. Он на какую-то броню получает или что это делает? Hero Protection. Восемь временной брони дает. Ага. То есть он еще поглощает урон за союзников. Круто, давай тогда подойдем. И будем поглощать этот урон, получается. Хорошо. То есть если атакует союзника, то урон принимает воин. Прикольно. А насколько это долго длится? До тех пор, пока броня не дропнется до нуля. Так, слушай, это долго будет? Получается. Я могу долго это делать? Вот так давай урон дадим. Блин, маг вообще крутой тип. Сплэш дэмэджом бахает. А, все, закончилось. То есть буквально на один ход это приблизительно дается. Так, а что лучница делает? Бок луны. Атак рейндж, атак рейндж, атак пауэр. То есть больше урона и больше дальности она получает. Звучит интересно, но, наверное, пока не будем этим пользоваться. Потому что мы и так врагов сольем. Так, какие-то фараон коины мы получаем. Я не знаю, на что они тратятся, но думаю, мы разузнаем. Так, бастион. Если, по крайней мере, два противника есть, получает четыре брони. О, круто. Звучит интересно. Воин, который еще сильнее танкует, это прекрасный воин. Так, наездники, черт подери. Давай сюда пойдем. Там какая-то, какой-то сундучок был нарисован. То есть, значит, мы получим какую-то награду, да? Да, какая-то награда. Деньги и награда. Так, о, кстати, и у этого зарядилось. Силу нут можно вызвать. Богиню неба и звездопадов. Гигантский метеор можно вызвать. А ну давай. Интересно, как это работает. Да, я, наверное, просрал, да, заклинание? Скорее всего. А можно как-то... Задовое? Не, наверное, нет. Наверное, праввтыкал этот момент, надо было сделать его, а потом атаковать. Ну да, скорее всего, так оно и работает. Вот, блин. Зараза. Так, давай лучницу забафаем. Она, по идее, дальше стрелять будет. Да, не особо и дальше. Если честно. Но больше урона дает. Круто. Так, подходим сюда. И стоим, терпим. Они сейчас сами к нам подойдут. Так, маг, думаю, выдержит. У него временная броня. Сейчас можно тоже сделать стилец. Чтобы за союзников впитывать урон. Хорошо. Ну и магии сюда. Так, интересно, работает он по диагонали? Нет, не работает. Хреново. Маг в опасности. Черт, я дерю, а? Так, лучница, помогай. Воин сейчас подходит. Нет, давай, наверное, мага спасать. Нафиг надо. Что это дерьмо? Вот так вот давай сделаем лучше. Но все равно подойдет и будет атаковать мага. Естественно. Ну-ка, ну-ка, конечно. А нафига подходить и драться с более сильными противниками? Если можно более слабенького замочить. Вот козел. Так, ну мы получили экипировку какую-то. Так. О, фонтанчик. Фонтанчики у нас хпшка. Но его нельзя похилить, он у нас уже мертвый, да? Кстати, у нас какая-то экипировка есть. Дает 4 временной брони, когда теряет астрольную силу. Угу. Вот это седу или какую? Так, 6 жизней для лучницы. Да. Ну, в принципе, все. Я так понимаю, это все, что мы можем сейчас сделать. И вот появился фонтанчик, кстати. Да, resurrection. Давай воскресим нашего юнита. Стоит 0, кстати. Что так дешево? Блин, жалко нельзя его воскресить, а потом похилить. Хилл остался позади. Все. Черт подери. Так, куда идем? Элитная битва. Нет, давай в обычную, пожалуйста. Что-то как-то в элитную битву пока страшненько идти. Учитывая то, что наших юнитов пинают налево и направо. Так. Так что это дает этот скилл? Подожди. Ну, атак пауэр 5, атак рейндж 1. Смотри, если мы делаем вот так, то она атакует на 1, 2, 3 клеточки. Да, вперед. Получается. Так, пусть они подходят. Сейчас разберемся. Черт, не совсем понимаю, как эти скиллы работают. Так, хорошо. Итак. Если так ты атакуешь, то на такую дальность. А если с скиллом, на такую же дальность. Атак рейндж 1. Где этот атак рейндж 1? А, дамаг рейндж... For this turn. Не совсем понимаю, почему. А, она по окружности бьет. Все, я понял. Я просто сначала не вкурил. Типа, в чем прикол? Тир понял. То есть она, получается, бьет по окружности. Большую пачку врагов. Вот как это работает. Тогда понятно. А, так она у меня заряжена. Это атака еще на какой-то кресел ходов. Слушай, круто. Я, конечно, в обучении это видел, но не думал, что он настолько круто выглядит. В реальном бою. То есть сейчас она, получится, потеряет эту силу. И будет обычно луком шмалять. Или нет? Нет, уже до сих пор у нее эта сила. Офигеть. Так, получится, получается, чуть ли не самый сильный персонаж тут. Ладно. Ваксин Мун. Дэмэдж Рэндж Макс 1. То есть больше дальности всегда. Когда подходим к союзнику, получаем плюс 3 атаки. 3 брони. Нет, давай лучше больше дальности. Мне нравится это. Случница дальше будет атаковать на одну клеточку. Это удобно. Так, куда мы тут идем? Элитная битва. Нормальная битва, нормальная битва. Давай в обычную битву залетим. Там даже, кстати, таркаши будут. Глянем, что они нам могут предложить. Блин, прикольная игра, да? Когда выйдет полная версия, надо будет обязательно в нее пошпилить. Так, как далеко ты ходишь? Не так, чтобы далеко, можно подойти. А ну-ка. Слушай, что-то я не заметил дальности. Ну, типа, ну, не хватает все равно дальности. Так, ты сюда подходишь, да? Состоим, господи, ждем. Пусть сами подходят. Тем более, они еще забафались. Так, это, кстати, элитные ребята. Rebel Warrior. Какой-то крутой тип. Охеревший бабушкин внук, как я понимаю. Да, слушай, дохрена. У него всего. А ну-ка, давай сразу забафаемся. Блин, она дофига урона дает, классно. Так, это только броню сделал. А броня ему пополняется, ему насрать. Кайф. Блин, мага бы еще не потерять. Дай лучницу тоже. Дай воина. Да вообще, кого-нибудь. Черт, больно. Да, да, получается, всех в радиусе такой круто. Ну, слушай, это скилл вообще ультимативный какой-то получается. Сюда. Единственное, что хреново, наверное, сейчас сольем. Мага, к сожалению. Хотя у него вроде броня есть временная. Ну, наверное, сдохнет. Да ё-моё. Какова хрена. Блин, лучница вообще ОП. В каком-то плане она просто идет и разваливает. Так. Хорошо, хорошо, отлично. Опять ритуальная какая-то срань. Для нашего мага. Которого опять нет. В живых. И монет в живых. Чего она хоть дает? А, то же самое. Две одинаковые шмотки. Так, аксессуары, кузнец. Давай кузнецу. Так. Блин, все такое дорогое. Атака пауэр плюс один. Skyfall Staff. Это сила атаки для мага. Можно продать, кстати, какие-то приколы. Руны. Если воин не двигается, он получает четыре атаки. Да, давай. Классная штука. У нас очень часто происходит ситуация, когда воин стоит и не двигается. Так, может быть, воскосим кого-то? О, другое дело. Это я готов. О, тебе стоит денежек. Теперь 30 копеек стоит. Хорошо. Но он нам все равно пригодится. Тем более классно, что мы скипаем целую линию. Так, нормальная битва. Нормальная битва. А дальше что у нас? Фонтанчик похилиться. Надо денежка. Срочно деньги нужны. Мне нужны бабки, чтобы захилиться. Ну, если мы, конечно, переживем эту атаку. О, офицер. Она, по идее, хилит, да? Ну, по крайней мере, выглядит как хилер. Ладно, стоим, пердим. Пусть сами подходит. Да, хилит. Или нет? Пожди, она от брони докинула. Хреново, если это так. Так, лучница тоже зарядилась в атаку. Это клево. Так, ты давай сразу же защитная стоечка. Нет, тут, наверное, лучше дать противникам подойти. Заряжаем. А, ты должна стоять на месте? Ага. На, минус два. Охереть, она скиллы у нее, да? Я в шоке, если честно, насколько она клевая. В каком-то плане. Так. Брони докинул. Атака. Насрать. Атака, насрать. А вот это они насрать. Но зато брони такие дают временные. Клево. Блин, охереть, лучница просто ОП. Смотри, что она творит. Она просто аннигилирует все живое. Эй, только ее не убивайте. Она еще не нужна. Она всех сливает. У нее урона по 20 с хреном. Тупо ваншотает всех. Так, хорошо. Таким темпом, сейчас, получается, мы дойдем до босса. Так. Кстати, обратите внимание, тут хилки у каждого свои. То есть, это для Акалита. Это для лучницы. А это для воина. Лучницу, кстати, тоже надо хильнуть. Так, 12 хп для Акалита. Блин, дорого. Слушай, Акалит, а что-то у тебя как-то очень дорого стоит вообще хилка. С ума сойти. Что так дорого? Давай тогда, наверное, лучницу. Хильнем. Отлично. Дальше. У нее 2 из 20 хп. Давай, наверное, тогда. Да давай на все, господи. На все бабки. У нас сейчас там босс будет, поэтому мне насрать. Надо полностью захилиться. Так, ну поехали. Босс качалки. Давай. Сюда. Так. Охеренный, охеревший бабушкин внук тут будет. Рэбл Лидер. Нам тут дают мифик какой-то. Мифическая табличка. Две монетки фараона. Я так понимаю, наверное, влияют на общий какой-то прогресс игры, когда игра выйдет, соответственно. Так, серебро и еще какая-то мифическая вещь. Так, это ближний бой, да? Ага, после смерти. Это элитная гвардия. Если его убить, то он потеряет 20 брони. 20, да, 60. Угу. Как далеко ходишь, не так, чтобы далеко. Давай сюда. Не, стоим. Не можем атаковать. Тогда идешь сюда и стоим. Блин, да Макси подкидывает. Ё-мо-мо-мо-мо. Блин, а как вот этих ребят победить, если они пропускают босса вперед? А, смотри, ни хера себе, он через это атакует, офигеть. Охреневший. Так, лучница, вся надежда только на тебя. На. Хорош. Как же она впитывает. Точнее, дает урона. На. Сейчас воин тоже будет дамага хорошо докидать. А, он еще вызывает. Так. Ах ты, скотина. Ну, только броню сносим. Мало. Копейчик этот мерзкий, я куда-то взялся. А, вперед атака. На. Минус броня. Слушай, так он броню по кд пополняет. Что нам делать? Мы сейчас, получается, по-любому сольем такими темпами. Он броню по кд закидывает. А я с этим, к сожалению, ничего поделать не могу. Сейчас. Ну, вот, буквально я ничего не могу поделать. Чисто только броню ему сносить. Значится, и все. Так, смотрите, он еще и вызыватель подкрепил. Офигеть, это читер. Где мое подкрепление? У моего нет. Козел. А, вот, минус 20 броней. Хорошо, элитного засранца мы замочили. На. Хорошо. Но, блин, все равно у него 20 броней. Ну, е-мое, надо элитного разваливать. Да, иначе у него броня будет бесконечная. Блин, минус лучница. Твою мать. Ну, это было ожидаемо. Типа, а что мы тут сделаем? Причем он еще и себе подкрепы вызывает. Скотина. Вот как с тобой? Так, минус вся броня. Ну, в принципе, 20 урона я даю ему. И у нас воин тоже не слабак. Хотя, больно ему делаю. По правде говоря. Давай, космик этот. О, хорош. Вот это офигенный скилл. Если ты выживешь, будет клево. Ну, я говорю нашему воину. Потому что мы, в принципе, сможем развалить его. Давай сюда подойдем и встанем. Нам надо ему дамаг наносить. Главное, чтобы вот эти мерзкие копейщики мне не мешали. Потому что, видите, они тоже подходят и тоже, в принципе, урона докидывают. Ого, хорошо разведился. Так, блин, мы сейчас босса, получается, сможем развалить. Жалко, лучница слилась. Вот ее... Ах ты, тварь! Не, мы проиграли. К сожалению. Вот если эта сволочь бы не сбежала, это крыса. Я бы на Изи развалил. А так, видите, он вызвал себе еще под... А, ну-ка, ну теперь ты сильный, да. Ну теперь-то ты мощный. Когда себе подсосов вызвал. Ладно. В принципе, вот она вся демо-версия была, да, Войнов Нила 2. Как видите, у нас тут будет куча новых персонажей. Какая-то магичка. Какой-то чувак. Маски бога Сета или кого это. Какие-то призыватели и так далее, и так далее, и так далее. Короче, будут еще новые герои. Будут новые челленджи. Больше каких-то событий. Больше экипировки. Ну и так далее. Короче, в игре, я так понимаю, на релизе будет много контента. Так что, обязательно поиграем в нее. Думается, на Твиче постримим. Мне она, в принципе, понравилась. Такая прикольная стратегическая игра Рогалик. Почему бы и нет? Я не против таких игр. В принципе, я не то, чтобы сильно люблю Рогалики, но они прикольные, как говорится. Они залипательные. То есть, тебе хочется вновь и вновь и вновь к ней возвращаться. Вновь и вновь и вновь проходить вот эти вот забеги, да, раны так называемые. Как в той же The Bidding of Isaac была, да, в которой я, в принципе, задрудил, когда она вышла. В 2011 году или когда-то. Ну и суть. Ладно, ребят. На этом, в принципе, все. Если вам понравился видос, обязательно влепите в свой царский лайк. Если впервые, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы он уведомлял вас о выходе новых видео на канале. Ну и не забывайте переходить по ссылкам в описании. В наши группы ВК, в Дискорд канал. Ну и на Твич, про который я только что вам рассказал. На этом все. Всем удачи. Всем пока. Еще увидимся. Воины Нила.